Так, значит, я уже, к сожалению, вот это было еще тогда, когда не было такого рожая, но сейчас, на самом деле, достигли своей спелости вишни, черешни уже доедают, что я не собрал, доедают уже эти птицы, да, уже доели, а и дюки уже грызут, уже птицы озверели, но они достигли своей крупности, я угощал сегодня плодами, которые за счет генов черешни ничуть не хуже, чем я ел на Украине и привозил с Украины черенки, вот, а это мы с вами изучаем, что? Вот она, черешня, а вот это вишня, корень общий, вот, и вся вот эта вот черешневая сладость переходит сюда, пока, я не знаю, что будет потом, почему? Потому что я рассказывал, черешню с 5 саженцев вырастил, нет, вырастил их в полсотни, 5 продал новому русскому, 3 тут же превратились в вишню, раз, здесь, вспомните Людмилу, вот ту, которая Калининград, у нее получили крупнейшие сладкие, вкуснейшие плоды и вишни, и еще второй саженец оказался черешнем, это все всерьез, тут никаких заслых казачков нету, вот, вот это вот, для редчайших случаев, просто Елена Александровна глазастая, она умудрилась найти у меня тлю, чем, вот, хотя я считал, что у меня много лет на вишне тли нет, ну, что, на то она и ученая, фотография вишни, это когда в фильме есть, а что в фильме есть, там подъехали ребята, набрали 8 ведер вот этой вишни, вот, собирали с кузова автомобиля, я все равно не мог достать, просто им подарили эту вишню, просто подарили, вот, сейчас она ждет именно на санну, вот, причем, если это дикая вишня, я, она не дикая, это та самая штамповая вишня, бывшая, одичавшая, Владимирская, как я ее называю, вот, то, вот здесь я проводил свои эксперименты, вот сейчас бы самое время ее не на санну попробовать, и сюда я внедрял черенки и черешни, вот, когда дикая вишня, это все в один день снято, вот такой вид имеет, а черешня, она ранее, ранее овощи, она раньше созревает, и вы видите результат, даже можно не комментировать, а на листья гляньте, а ведь листья это вишневые, это не черешня, все три черешневые прививки мертвы, вот.